Привет всем! Это Яна и канал Human Constanta. Сегодня в эфире рубрика «Этот день для прав человека». Какой сегодня день? Международный день беженца. Кто такие беженцы? Очевидно, что это люди, которые откуда-то куда-то бегут. Чаще всего они бегут от войн, преследований, кровной мести и других серьезных опасностей, которые им угрожают в стране их происхождения. Получить бежище просто потому, что тебе не очень нравится жить в своей стране, скорее всего, не получится. Убежище могут дать по причине преследований на почве вероисповедания, пола, расы, национальности, сексуальной ориентации или политических убеждений. А буквально недавно, в январе 2020 года, комитет ООН по правам человека заявил, что страны не могут депортировать людей обратно на их родину, если там им угрожают связанные с изменением климата обстоятельства. Это значит, что климатическое убежище – это уже существующая реальность. Кстати, право на убежище закреплено во всеобщей декларации прав человека. Статья 14. Каждый человек имеет право искать убежище в других странах и пользоваться этим убежищем. И страны, в которых они просят защиту, уже решают на основании имеющихся у них доказательств давать им этот статус или нет. Кстати, мигранты и беженцы – это неравнозначные понятия, но об этом мы поговорим в другой раз. Разберем на примере. Представьте себе человека, живущего в Германии 1933 года. Он еврей. Что происходит с евреями в Германии 1933 года? Ничего хорошего. Спасаясь от преследований, связанных с его национальностью, он вместе с семьей переезжает в США и получает там убежище. Он беженец. Кстати, это Альберт Эйнштейн. Или возьмем другой пример. Человек живет в стране, где начинается война. С одной стороны террористы, с другой стороны армия, но дома нет, работы нет, есть нечего. Человеку ничего не остается, как искать себе новое место жительства и просить убежище в другой стране. Существует определенная статистика и ее ведет УВКБ, управление Верховного комиссара по делам беженцев ООН. Всего в мире на 2019 год насчитывалось 25 миллионов 900 тысяч беженцев. А в мире, напомню, 7,5 миллиардов людей. 57% беженцев в основном из Сирии, Афганистана или Южного Судана. Больше всего беженцев приняла Турция, 3,7 миллиона человек, Пакистан, Уганда, Судан и Германия. Быть беженцем так себе удовольствие. Ходят легенды, что в европейских странах беженцы получают шикарное пособие и ничего не делают. На самом деле в Европе размер пособия не превышает 200 евро в месяц на взрослого человека. В Беларуси беженец может рассчитывать на поддержку в размере 12 евро. Чаще всего образование и опыт в другой стране не котируются, и он вынужден работать на менее квалифицированной работе. Плюс дискриминация, другой культурный контекст, да и в статусе могут отказать, не похоже на мечту. Тем не менее, право просить убежище есть у каждого человека. Так же, как и право не подвергаться пыткам, не находиться в рабстве и не быть подвергнутым произвольному аресту. Все права перечислены во всеобщей декларации прав человека. Ссылочка на нее уже ждет вас в описании к этому видео. Субтитры сделал DimaTorzok